Если ты живешь в стране, ты должен уважать власть. И я тебе говорю, это очень важно. Рубен Варданян — звезда российской финансовой отрасли, создатель «Тройки Диалог» и бизнес-школы Сколково, филантрот. «Тройка», основанная им в начале 90-х и проданная в 2011 году более чем за 1 миллиард долларов, — уникальный пример успеха. Взяв лучшие от западной модели, Варданян приспособил ее к местным условиям. А российская традиция требует особого внимания к желаниям статусных клиентов, чиновников и руководителей госкомпаний. Параллельно своим официальным структурам «Тройка» создала десятки офшорных фирм и банковских счетов, оформленных на номинальных лиц, в том числе сезонных рабочих из Армении. Всего с 2006 по 2011 годы через эту схему прошло около 4,5 миллиардов долларов. Происхождение денег, которые попадали в офшорную сеть «Тройки» и там перемешивались, было очень сложно отследить. Точно так же, как и владельцев этих денег. Так, например, при помощи офшорной сети «Тройки» была куплена вилла на Коста-Браво 80-летней Анны Курепиной. Пенсионерка была зарегистрирована по одному адресу с бывшим губернатором Самарской области Владимиром Артиковым. Сейчас он первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех». Вскоре испанская вилла перешла сыну Артикова. Компания виолончелиста Сергея Ралдугина, друга российского президента, тоже получала деньги от этой офшорной сети. Его фирма заключала договоры на покупку акций «Роснефти», которые тут же расторгались. Компания «Музыканта» за срыв договора получала солидную компенсацию. В офшорную вселенную «Тройки» вливались и денежные потоки, которые ведут к резонансным преступлениям, совершенным в России. Например, миллионы долларов от компаний, которые отмывали деньги, украденные из российского бюджета. Преступление раскрыл аудитор Сергей Магницкий, после чего сам был арестован и умер в тюрьме. Или деньги от фирмы связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств нескольких страховых компаний, включая «Росгострах». И миллионы от схемы торговли топливом в аэропорту Шереметьево, где непонятным посредникам, некоторых из которых связывали с криминалом, доставались существенные деньги. Все эти средства попадали в большой плавильный котел, где благополучно перемешивались. А дальше текли к родственникам чиновников, топ-менеджерам «Рау-ЕС», а также компаниям, связанным с известным биологичемистом Сергеем Раудугиным. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Подробнее читайте в расследовании Центра по изучению коррупции и оргпреступности.